Насекомые – вредители растений, насекомые – переносчики заболеваний, паразиты человека и животных. Наибольший вред наносят насекомые вредители сельскохозяйственным растениям и лесному хозяйству. Многие насекомые, питаясь различными частями культурных растений, листьями, почками, корой деревьев, корнями, плодами и семенами растений, снижают урожай, схожесть семян и угнетают рост растений. Изучив особенности строения и образ жизни насекомых вредителей растений, можно подобрать способы борьбы с ними. Луговой мотылек, чешуя крылое насекомое. Передние крылья бабочки окрашены в серовато-коричневый цвет. На них расположены бурые пятна и желтоватая полоска вдоль их наружного края. Окраска задних крыльев серая. У самцов усики пильчатые, у самок нитевидные. Продолжительность жизни имага составляет от 4 до 20 дней. Бабочки активны в сумерках. Наибольший ущерб наносит сахар на свекле, многолетним бобовым, подсолнечнику, гороху, конопле, кукурузе, овощным растениям. Способен повреждать и очмень, и пшеницу. Медведка прямокрылое насекомое. Довольно крупное животное, с длиной тела до 5 см. На конце брюшка заметны парные нитевидные придатки. Церк длиной до 1 см. На голове хорошо заметны два больших сложных глаза. Длины усы, антенны и две пары щупалец, обрамляющих ротовой аппарат грызущего типа. Передняя пара конечностей у медведки видоизменена по сравнению с другими двумя, являясь превосходным инструментом для рытья земли. Медведка плодовита и является вредителем на сельскохозяйственных угодьях, потому что подгрызает корни культурных растений. Для борьбы с медведкой используют инсектициды, которые раскладывают в лунки во время высадки рассады. После внесения препарата лунки засыпают почвой. Колорадский жук – вид насекомых из отряда «жёстокрылые». Своё народное название жук получил в 1859 году, после того, как опустошил картофельные поля в американском штате Колорадо. В настоящее время он широко распространён в Европе. Тело у него овальное, сильно выпуклое, блестящее, жёлто-оранжевого цвета. На каждом надкрылье по 5 чёрных полосок. Перепончатые крылья хорошо развиты и с их помощью колорадские жуки совершают длительные перелёты. Зимуют только взрослые особи, закапываясь в почву обычно на 20-50 см глубины. Весной они выходят на поверхность и начинают питаться всходами и размножаться. Перезимовавшие самки с весны до осени откладывают на нижнюю поверхность листьев продолговатые светло-оранжевые яйца. В течение одного дня самка может откладывать от 5 до 80 яиц. Всего за лето она может отложить до 1000 яиц. Личинка колорадского жука длиной до 15-16 мм с чёрной головой и двумя рядами чёрных точек по бокам тела. Личинки питаются очень интенсивно и уже через 2-3 недели зарываются в почву для окукливания. Жуки и личинки этого вида питаются листьями растений семейства паслёновых, например, картофеля, сладкого перца, томата, что делает их опасными вредителями сельского хозяйства. Меры борьбы с колорадским жуком включают в себя карантинные мероприятия и обработку растений при появлении личинок. Личинками жуков могут питаться такие птицы, как фазаны, индюки и цесарки. Из насекомых ими питаются жужелицы и божьи коровки. Большой вред садовым деревьям и сосновым посадкам наносят майские жуки. Их прожорливые личинки подтачивают корни деревьев. Взрослые жуки питаются листьями и цветами сливы, чережни и других садовых деревьев. На протяжении всего лета на полях можно встретить колопа-черепашку. Насекомое средней величины, обычно это 6-10 мм, имеющее овальное тело с большим щитком, прикрывающим брюшко. Клоп повреждает хлебные злаки, прокалывая хоботком несозревшие зерна и высасывая содержимое. При этом они выделяют слюну, растворяющую белки и разрушающую клейковину. В результате зерно сморщиво затеряет в весе, понижается его всхожесть. Мука, изготовленная из такого зерна, приобретает горький вкус и становится непригодной для хлебопечения. Бабочка-капустная совка распространена по всей Европе. Размах крыльев ее достигает 34-50 мм. Передние крылья бурые и пятнистые, задние крылья серые. В течение года появляется 2 или 3 новых поколения. Взрослых особей можно увидеть с мая по октябрь, а иногда и в другое время года. Гусеницы зеленоватые, серо-коричневые или коричневые с темными пятнами. Они вырастают примерно на 25 мм задолго до окупливания. Гусеницы повреждают многие растения из семейства крестоцветных, особенно капусту. Повреждают бобовые культуры, сахарную свеклу. Всего они используют в пищу около 70 видов растений из 22 семейств. Капустная муха – один из опасных двухкрылых вредителей, поражающих многие овощные культуры, в том числе капусту. Запомним отличительные признаки насекомого. Самец темно-пепельного цвета с широкими темными полосами на спине. Самка крупнее, более светлого, пепельно-серого цвета. Зимой насекомые находятся в земле в стадии куколки. А когда приходит весна, почва прогревается, куколки превращаются в мух и начинается их массовый вылет. Обычно они массово появляются в период, когда начинают цвести вишни. Вначале муха питается сорными травами, а затем перебирается на молодые растения капусты. Муха поражает не только капусту, но и другие овощные культуры – редиску, редьку, брюкву. Бороться с капустной мухой можно народными методами или с помощью инсектицидных препаратов. Для предупреждения вредителей на участке рекомендуется своевременно проводить профилактические мероприятия. После сбора кочанов убирать все растительные остатки сгрядок, соблюдать правила севооборота. Семенной материал следует перед посадкой выдержать в слабом растворе марганцовки. Прикорневую зону капусту следует постоянно рыхлить и удалять всю сорную траву. Зная биологические особенности насекомых-вредителей, позволила выработать следующие методы борьбы с ними. Механические или физические. К физическим методам относятся сбор гусениц или яиц насекомых и ловля наземных насекомых с помощью вырытых в грунте ловчих канавок. Химические. Растения следует обрабатывать ядохимикатами для уничтожения обитающих на них вредителей. Агротехнические. При этом практикуется посев и посадка растений с таким расчетом, чтобы они успели окрепнуть ко времени появления вредителей. Тщательная уборка полей. Она лишает пищи личинок вредных насекомых. Уничтожение некоторых сорных растений, на которых насекомые вредители размножаются. Биологические методы заключаются в использовании естественных врагов, насекомых, паразитов. Например, божьих, коровок, шужелец, наездников, птиц. Некоторые насекомые. Мухи, комары, слепни, тараканы, вши, блохи. Бывают носителями возбудителей опасных болезней человека и животных. Комнатная муха, распространенная двукрылая насекомая, ведет преимущественно дневной образ жизни. Мухи живут недалеко от человека. Например, в домах, на помойках, в фермах с домашними животными. Комнатные мухи сильно досуждают человека, особенно в жаркие дни. Являются переносчиком различных бактериальных заболеваний и гельминтозов. Болезни, особенно возбудителей кишечных инфекций. Например, холера, дизентерии брюшного типа, яиц, паразитических червей, глазных болезней и туберкулеза, дифтерии. Личинки могут вызывать тканевые и кишечные миазы. Комары способны передавать такие опасные заболевания, как комариные энцефалиты, похожие на комара обыкновенного. Комар малярийный переносит возбудителя малярии. Не только люди, но и животные страдают от кровососущих насекомых. Комар – двукрылые насекомые, сколющее сосущим ротовым аппаратом. Процесс развития комара от выкладки яиц до взрослой особи продолжается 15-60 дней и зависит от температуры окружающей среды. За теплый период времени в средних широтах вырастают 3-4 поколения комаров. В южных областях – это 6-8 поколений. Комары уходят на зимовку в стадии имака. Сельскохозяйственным животным вредят слепни и оводы. Питающиеся кровью, слепни мучают домашний скот своими укусами и вызывают потери в массе. Там, где много кровососов, удои молока у коров падают на треть. Есть насекомые, откладывающие потомство под кожу млекопитающих. Личинки овода, паразитирующие под кожей скота, вызывают воспаление и делают кожу непригодной к использованию в кожевенной промышленности. Черные тараканы и прусаки или рыжие тараканы загрязняют и портят к своими экскрементами продукты питания. На лапках и покровах тела тараканы могут переносить различные болезнетворные микроорганизмы и яйца паразитических червей. Выделения тараканов часто вызывают аллергию у людей. К вредным для человека насекомым относятся некоторые представители отряда вшей. Вшей – это мелкие, бескрылые насекомые с уплощенным телом, небольшой головой, короткими усиками. Ноги у вшей вооружены особыми коготками, при помощи которых насекомые прикрепляются к одежде и волосам человека. Яйца, гниды тоже прикрепляются к волосам, питаются вшей кровью человека. Шеи являются переносчиками цепного и возвратного тифа. Блухи – это бескрылые насекомые длиной до 5 мм. Их гладкое тело сплющено с боку. Такая форма тела приспособлена к обитанию в шерсти зверей в перьях птиц. Головая грудь у блох маленький, а брюшко крупное. Задние ноги прыгательные. Ротовой аппарат колюще-сосущий. Питаются в блохи кровью животных. Они могут передавать таких возбудителей болезней, как чума, тулеремия, сыпной тип. Для предупреждения заражения вредными насекомыми необходимо бороться с возбудителями заболеваний, уничтожать места размножения комаров, соблюдать правила личной гигиены, соблюдать чистоту в жилых помещениях. Закрепляем материал. Вредителями растений являются многие виды насекомых. Они могут поражать различные части растений. Для борьбы с вредителями растений используются различные средства и методы. Среди насекомых есть кровососы, питающиеся кровью животных и человека. Встречаются распространители заболеваний, паразиты. Соблюдение правил личной гигиены – один из способов обезопасить себя от паразитических насекомых. Проверить степень усвоения материала вы можете самостоятельно, выполнив задание, QR-код которого вы видите на экране. В качестве лучшего усвоения темы предлагаю вам изучить материал параграфов 26 и 27 учебного пособия Биология 8 и устно ответить на вопросы после параграфа. Интересного вам изучения!